Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы рады вас приветствовать в горнице. И мы сегодня у нас заявлена очень интересная тема, тема русского космизма в контексте современности. Приглашены в нашу горницу замечательные люди. Мы проводим эту горницу совместно. Вот я вижу, кошечка самая главная к нам пришла. Кроме этого, к нам пришли 300 спартанцев и Владимир Кипрский, которые отвечают у нас за техническую поддержку, за вдохновение, за хорошее настроение. Поэтому мы очень рады и первым дадим ему слово. Вторая у нас Ольга Шабанова из Франции. Это наш интеллект-тренер, живая планета, за ней вся в цветах, и просто необыкновенная красота и доброта. И эта виртуальная горница сегодня проходит в рамках нашего месяца, посвященного годовщине полета в космос. И мы помним, что у нас 12 апреля день космонавтики. Поэтому к нам приглашена гость, специалист в русском космизме, кандидат философских наук Екатерина Евгеньевна Звонова. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему же нам важно сегодня помнить, продолжать поддерживать и развивать русский космизм. Владимир, вам слово. Здравствуйте, друзья. Всех приветствую. Всех поздравляю с наступающим праздником. Будет юбилей, 60 лет, ровная дата. Кое-кто говорит, что это определенный цикл. Будем надеяться. Будет переходный период. И вот как раз мы будем говорить о космизме сегодня с нашей гостьей. Коротко расскажу о себе. Я нахожусь на Кипре. У нас сегодня такой эфир. Мы четыре точки соединяем. Это Канада, Кипр, Франция и Россия. Соответственно, Россия – это как раз страна-родительница русского космизма. И вот как раз мы будем сегодня это слушать. Я нахожусь на Кипре уже 20 лет, поэтому стал кипрским. И возглавляю, так сказать, движение «300 спартанцев». Это у нас доброе, чистое, светлое движение. Мы помогаем людям стать осознанными. Проводим интеллектуальные тренировки. Участвуем в различных международных мероприятиях. Являемся также учредителями вместе с живыми городами, с Альянсом. И Академии «Эволюция разума» Всемирного движения «Живая планета», где у нас уже порядка 15 генеральных партнеров летим вместе в новую эпоху созидания, процветания, радости и счастья. Оставляем позади себя эпоху бездумного потребления, разрушения и войн. И думаем только о самом хорошем, позитивном. Еще раз говорю о созидательном. Всех приглашаем к нам на борт нашей межпланетной космической станции. Передаю слово интеллект-тренеру самой величайшей пробы нашей Ольге Шабановой. Ольга, принимай слово с благодарностью. Поймала. Привет. Меня зовут Ольга Шабанова. Я интеллект-тренер. Проживаю сейчас во Франции со своей семьей. И я, друзья, из Ростова-на-Дону. Я окончила, естественно, научную школу. Школу, в которой очень любили точные науки. И наш учитель физики взял на себя смелость показать нам звезды. Однажды мы пришли ночью, то есть поздним вечером, и могли вместе с ним наблюдать эти события. У нас в Ростове была обсерватория. Мы сделали такой марш-бросок в обсерваторию. Мы тоже были такие соприкосновения с астрономией, какие-то знания базовые. Ну, так же наверняка, как у большинства людей на планете. А потом на интеллектуальных зарядках мы познакомились с таким понятием, как лучистый человек. Что же такое лучистый человек? Мы начали разбираться, искать, читать. Разбирали школу Сергея Павловича Королёве. В общем, изучали деятельность как космонавтов, так и пытались соприкоснуться с идеями космистов, скажем так. Но вот сегодня нам посчастливилось в наши ряды привлечь человека, который нас погрузит в тему русского космизма, объяснит, почему же это русский космизм. Я тут недавно с мужем со своим французом разговаривала. Он говорит, да, русский космизм, ну почему же русский? Есть же другие люди. Почему это течение зародилось в России? Вот первый вопрос такой. Мне, как человеку, который окончил, скажем так, западное обучение и не окончил российское обучение, потому что я в свое время уехала из Ростова на Дону, но у нас были лекции по философии, и мы проходили космистов. А также, уже будучи в Германии, я тоже соприкасалась с творчеством Бердяева, например, да, который определенным образом тоже относится к космистам. Но мне бы хотелось, конечно же, продолжать непрерывное образование, вот чему способствуют наши интеллектуальные тренировки, потому что мы разбираем очень большой спектр тем, и в их число входит также русский космизм. Есть большое количество людей, которых эта тема интересует, как в России, так и за рубежом. Поэтому я в предвкушении сегодняшней встречи и с радостью хочу передать слово нашей ведущей сегодняшней встрече Ирине Константиновне. Ирина Константиновна, вы принимайте, пожалуйста, с благодарностью и дальше расскажите, что будет происходить. Я принимаю с благодарностью. И в качестве стартовой точки Владимир обещал нам показать тот пуск, который недавно произошел. Буквально вчера полетела русская ракета, как я ее называю, и называется она Юрий Гагарин. Поэтому для меня это очень символично, является началом нашей сегодняшней встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это прекрасное начало. И вот таким символичным, таким сильным и мощным импульсом мы передаем слово нашей гости Екатерине Евгеньевне, чтобы вот этот пуск был вписан в современность, контекст той нашей жизни, в которой мы все живем. И нашим зрителям будет очень интересно узнать немножко о вас, о истории того, как вы узнали, как вы стали профессионалом и как вы теперь эти идеи русского космизма используете вот в контексте современности. Слово вам, Екатерина Евгеньевна. Мы рады вас приветствовать первый раз в нашей виртуальной горнице с нашими марафонами, с нашими спартанцами, с нашей живой планетой. Добро пожаловать. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Очень старалась попасть. Техника мне мешала всеми силами. Вот. Мы с Ольгой пробились. Ну, на самом деле, очень много вопросов, да, и что такое русский космизм, и почему он русский, и как я к нему пришла. Я постараюсь максимально несумбурно пробовать об этом рассказать. И начну я, пожалуй, с того, кто был основателем космизма, и почему сам он считал, что соответствующее мировоззрение свойственно именно русскому человеку. Я думаю, что это во многом прояснит вопрос о том, почему космизм русский. И в то же время, поскольку похожие идеи высказывали французские мыслители, можно будет порассуждать, а мог бы космизм быть не русским, а, например, французским. Вообще, мне кажется, это символично, что муж француз, потому что, если бы был еще какой-нибудь национальный космизм, кроме русского, то наверняка, по всем признакам, был бы французский космизм. Ну, хорошо. Основоположником русского космизма считается философ 19 века, русский философ 19 века Николай Федорович Федоров. Он родился в 1829 году, и он был незаконно рожденным ребенком, сыном князя Павла Ивановича Гагарина, и фамилия, надо сказать, что символичная. Он очень хотел носить эту фамилию, но в честь своего крестного отца, как незаконно рожденного сына, его назвали Федоровым, то есть фамилию ему дали Федоровым. И все-таки в его жизни Гагарина поучаствовали, потому что ему покровительствовал его дядюшка, благодаря ему он получил хорошее образование, учился в Ришельевском лицее в Одессе, это было привилегированное учебное заведение для дворя. И дядюшка, к сожалению, тоже умирает, и Федорову приходится прервать обучение. И вот эти два чувства, чувство нерастства, чувство стыда рождения и чувство смертности, протеста против смерти, это то, что определило во многом философия Федорова. Впоследствии он работает учителем долгое время в разных городах России, потом библиотекарем, и все это время он разрабатывает свое учение. У нас, к сожалению, нет сейчас времени говорить о биографии Федорова, хотя это очень интересно. Его современники прозвали русским Сократом, у него были очень интересные отношения с Толстым, с Достоевским косвенно, с Владимиром Соловьевым, с Афанасией Фетом восхищался. Но мы сейчас, к сожалению, об этом не будем говорить. Мы поговорим об основных идеях Федорова о русском космизме, о том, почему космизм русский. Недаром я сказала об экзистенциальном опыте Федорова, то есть о том, как он переживал стыд рождения и чувство смертности. Потому что это то, как раз, против чего он восстал и восстанию против чего священа его философия. Мы все так или иначе протестуем против смерти, но мы привыкли, что смерть естественна, и поэтому наш протест, он не выливается в попытку сделать так, чтобы ее не было. Мы стремимся сохранить память и говорим фразы вроде «Достоевский бессмертен», но мы понимаем, что это метафора, так или иначе. Или его бессмертие относится к духовному миру, то есть его идеи продолжают на нас действовать, в этом смысле он бессмертен. А Федоров, у него была такая черта, чтобы все было по-настоящему. Если бессмертие – это настоящее бессмертие, и поскольку он был человеком православным, в православии главный праздник – Пасха, воскресенье, воскресенье в плоти и крови. И верующие православные тоже чают воскресенье мертвых и жизни будущего века. У него протест против смерти связался с христианской доктриной. Мне кажется, что символично, что это было… ну, не символично, а показательно, что христианство, которое исповедовал Федоров, это было именно православие. Потому что в православии акцент делается на Пасху, да, а в католицизме и протестантизме – на Рождество. И Федоров действительно даже свое учение называл «Новой Пасхой». Как он рассуждал? Он рассуждал, что согласно христианской мифологии в момент грехопадения пала не только природа, окружающая нас, но и человеческая природа. То есть в мир вошел вытесняющий порядок, когда одна форма жизни существует за счет другой. Вошла всевозможная ограниченность интеллектуальная, эмоциональная, нравственная. Я, может, и хочу понять, что творится там в голове у моего любимого человека, но не могу. Я, может быть, и хочу брать тройные интегралы в умении, но не могу. Я, может быть, и хочу телепортироваться на лекцию, если я проспала, но не могу. Я даже со своим телефоном ничего сделать не могу, если вот он ссылку, когда я щелкаю, не запускает. А Федоров на это обращает внимание, что вот все это вошло в момент грехопадения в мир. И ладно бы, это было бы нам просто неудобно, но это тот порядок, который заставляет нас грешить. Потому что банально. Либо кошка съест мышку, либо мышка убежит, а кошка умрет с голоду. Либо я поступлю в институт, либо кто-то. В том-то и дело, что все войны, революции, социальные потрясения, они обусловлены порядком мира. Потому что у нас ограниченные ресурсы и неограниченные потребности. И получается, что мы вынуждены за них конкурировать. И мы привыкли считать, что это естественно. И смерть тоже естественна. А смерть Федоров считал вообще самым худшим из того, что вошло в момент грехопадения. И Федоров говорит, друзья, давайте мы вместо того, чтобы мириться с этим порядком, вместо того, чтобы считать, что это естественно, когда мы все друг другу конкуренты, и умираем в конечном итоге. И это даже для выигравших в этой борьбе обессмысливает победу. Давайте мы лучше объединимся и восстанем против самопорядка природного, который нас заставляет вооружать, то есть он восстал против нерадства, и умирать, он восстал против смерти. Давайте мы этот порядок переделаем. И он считал, что в этом-то и есть и общее дело, и основная идея христианства, которую изначально не увидели. Потому что в силу того, что изначально христианство противостояло язычеству, и христиане вынуждены были прятаться, очень сильный такой оттенок неотмирности в христианстве сформировался. И скорее идея не того, что надо преобразовывать мир, а идея того, что надо убежать от мира, то есть спрятаться в каком-нибудь катакомбе, чтобы нас не затронули. И идея еще греховности человека, она тоже этому способствовала. Почему? Потому что если вот у меня такая падшая грешная природа, что я должна делать? Сидеть и, вообще-то говоря, стараться по максимуму не грешить, а чем больше я что-то делаю, тем больше я грешу. Поэтому сиди лишний раз, да, лишний раз, страху много было. Сиди лишний раз, не выходи никуда, а то по дороге можно с красивой девушкой повстречаться, там, я не знаю, с вкусным пирожным. Вообще мало ли с чем можно повстречаться в мире. Сплошные соблазны, а у тебя падшая природа. Да даже когда ты ешь морковку, и то ты грешишь, потому что морковка живая. Ну, то есть, по сути, одна форма жизни существует за счет другой. Это свойство того самого порядка, который вошел в мир после грехопадения. А Федоров говорит, нет, христианство призывает не к пассивности. Мы неправильно поняли, оно призывает к активности. Давайте посмотрим, что делал Христос. Он ходил по воде, он управлял стихий, он превращал воду в вино. Он кормил большое число людей малым числом хлебов. Он исцелял, и он воскрешал, самое это главное, он воскрешал из мертвых, и он сам воскрес. То есть, Пасха – это победа жизни над смертью. И Федоров говорит, вот, он вообще для чего приходил? Чтобы показать нам, как надо, как мы должны действовать. То есть, вопрос, а как мы должны вести себя так же? Как мы можем повелевать стихиями? Как мы можем иметь неограниченные ресурсы? Как мы можем малым числом хлебов кормить большое число людей? Как мы можем воскреснуть? И Федоров, он жил во время, когда активно развивалась наука, да? Он в науке увидел способ изменения порядка мира. Способ изменения порядка мира. Ну, недаром же вот есть фраза Гавилея, да, что книга природы написана языком математики. Мне кажется, это очень хорошо ложится на идею Федорова о преобразовании. Почему? Потому что тут можно представить себе такую картину, как если бы у нас была программа природы, и она была бы так написана, чтобы создать программиста, который её расшифрует и перепишет таким образом, чтобы не нарушался нравственный порядок, и не нарушались требования разума. Но фактически, если мы вернёмся к христианской мифологии, мы должны воссоздать вот этот изначальный порядок, переписав программу мира. Но для этого нужно выучить язык, то есть язык науки, на котором она написана, и переписать. То есть поставить туда другие переменные, исключить какие-то команды, дописать новые команды, чтобы все те изъяны естественного порядка, которые чреваты неродством, которые чреваты тем, что мы страдаем, умираем, враждуем, вот чтобы они исчезли из порядка мира. И вот эта вот картина, которую я сейчас описала, здесь два ключевых термина, с помощью которых она традиционно описывается. Это регуляция природы, то есть идея регуляции природы, и идея активной эволюции. Активная эволюция, что это такое? Это эволюция, направляемая человеку. На самом деле в 90-е годы, когда космизмом стали заниматься, встал вопрос о том, кого считать космистом. И самый четкий критерий здесь, его, например, придерживаются Анастасия Гачева, Светлана Семенова, это критерий того, разделял ли тот или иной мыслитель идею активной эволюции. Если разделял, то он космист. Еще раз, идея активной эволюции, она состоит в том, что у нас Бог или природа, тут это не так важно, либо Бог вкладывает в природу программу, либо просто эта программа есть в природе. Но так или иначе, природа развивается таким образом, чтобы на определенном этапе своего развития породить существо, которое поймет, как оно устроено, поймет принципы ее устройства и найдет способ изменить их таким образом, чтобы они не вынуждали живые существа нарушать нравственность. Вот как было в христианском раю, где одна форма жизни не существовала за счет другой, где лев и агнец могли вместе находиться. В этом смысле Федоров, он очень отмирный. Его даже часто богословы упрекали в чем? В хелиазме. Хелиазм – это такая точка зрения, что Царствие Божие будет на земле. И, кстати, тоже, мне кажется, что если смотреть, как расставлены акценты в православии и католицизме, если мы посмотрим на готические соборы, они очень отмирные. То есть подчеркнуто то, что материя тут, дух там, и задача – освободить дух от материи. Если брать тот вариант, который Федорову свойствует, то у него задача в том, чтобы материю одухотворить, в том, чтобы вот это материальное устройство не мешало ей, а способствовало тому, чтобы воплощались интересы духа. То есть у него гораздо более синтетическая точка зрения. Она не за разделение, а за объединение. Да. Немножко о том, почему космизм русский. Хотя надо сказать, что вот французам как раз очень свойственны многие идеи космизма. Например, вот если брать эволюционные воззрения, тут вспоминается Бергсон. У него были очень похожие мысли о том, что вот человек – это существо незавершенное, несовершенное, о том, что он может переделать свою природу. И в космизме тоже это выражено. Он может переделать свою и окружающую природу. И, кроме того, поскольку в космизме общее дело, общее дело установления нового порядка мира, то неудивительно, что и сила, вот эта вот сила разума, сила преобразования, преобразующая сила, она тоже имеет коллективный источник. И это вылилось в идею на сферы. Но у Вернацкого, да? Унитарная сфера разума. Но Вернацкий, он же не единственный автор этой идеи. У нас, кроме Вернацкого, считается, что концепт на сферы разработали Пьер Тиар де Шарден и Леруа. Поэтому из европейских мыслителей, которые высказывали родственные космизмы идеи, конечно, прежде всего вспоминаются французы. Я вообще думаю, что, скорее всего, поскольку космизм, по мнению самого Федорова, это оригинальная интерпретация христианского учения, то, скорее всего, на базе католицизма тоже можно было бы создать космизм. Другое дело, что, видимо, какие-то ключевые идеи там, хотя и присутствуют, но менее ярко выражены, чем в православии. Ну, например, та же идея воскресенья. Но и в католицизме есть, и католики празднуют Пасху. Ну, вот недавно, да, совсем праздновали. Просто акценты немножко по-разному расставили. И еще к вопросу о том, почему космизм как целое, цельное такое и достаточно масштабное течение сформировался именно в России, сам Федоров считал как? Что этому еще очень способствовала география. Потому что большие пространства, плохо оформленные, оформленные, но большие. Человек привыкает к масштабам. Допустим, те же греки. У них тоже был космизм, но нет термина греческий космизм, а есть термин русский космизм. И вот как соотносится русский космизм и космизм вообще? Про русский космизм мы уже сказали, что там вот есть ключевая идея активной эволюции. Если брать космизм вообще, то принято космизм называть мировоззрение, космоцентричное мировоззрение, для которого характерны идеи, ну допустим, ряд идей, допустим, подобие микро- и макрокосма, того, что любой порядок в любой сфере соотносится с космическим порядком. То есть общество идеальное, оно подобно космосу. Человек идеальный, он подобен космосу. Нравственный порядок имеет космическую природу, но не обязательно в космизме присутствует эволюционная идея, а в русском космизме она присутствует. Кстати, идея эволюции так забавна, потому что сейчас очень часто эволюционисты ругают христианство и наоборот, христиане-эволюционисты. А вообще-то идея эволюции это по происхождению христианской идеи, потому что те же греки, они мыслили время как круговой процесс. В христианстве истории имеют направление, и это очень повлияло на то, что для европейской культуры характерна идея прогресса и в частности идея эволюции. Ну так вот, у греков ведь тоже был космизм. Почему мы не говорим о греческом космизме? Почему греки не могли бы прийти к таким же выводам, каким мы пришли, к идее активной эволюции? Ну, мало того, что вообще-то это гордыня с точки зрения язычника. Кто ты такой, чтобы менять природный порядок, его воплощают боги? И христианство, несмотря на то, что очень часто его недальновидно обвиняют в принижении человека, потому что это какая-то рабская религия, ну, это неправда, если что. Как ни странно, тут христиане, они гораздо не смиреннее язычников, потому что, если язычник, ну, то есть вот родился ты косым, кривым, некрасивым, ну, боди тебя не любят, ты уже ничего с этим не сделаешь, ты не изменишь свою природу, природу вообще. А христианин говорит, нет, если природа против духа, дух победит. Другое дело, что, конечно, первые христиане, они жили не в то время, когда наука еще рассматривалась как преобразовательная сила, да, и поэтому у них не возникла такой идеи, что мы с помощью науки преобразим этот мир и свою природу в том числе. А вот в новое время, да, когда уже наука становится преобразующей силой, мы видим, что получилось так, что ее стало возможно рассмотреть и в этом контексте. Федоров в этом смысле примеряет религию, науку, он делает науку, рассматривает науку как средство достижения своего религиозного идеала. Вот третий раз возвращаясь, по-моему, третий уже, возвращаясь к грекам, у них, например, вряд ли возникла бы идея бесконечной вселенной, которую можно заселить, которая характерна для космизма, для русского именно космизма. Почему? Потому что по-гречески само слово космос это порядок. и порядок, он обусловлен чем? Тем, что у нас есть, у нас все разложено по полочкам, у нас есть границы, у нас все упорядочено или числами, или формами, а формы, ну, их тоже, в принципе, задают формулами, правильно? Это и числа Пафагора, и идея Платона, то есть что-то оформляет хаос, Нусу Анексагора. В любом случае, космос, он кругленький, потому что греки любили симметрию, как признак гармонии, он ограниченный, и там все выразимо именно за счет того, что все оформлено и ограничено. А как совместить идею ограниченности с идеей бесконечности? То есть с точки зрения древнего грека, если бесконечно, то безгранично, если безграничен, это без границ, если без границ, то неупорядочено, а как может быть космос неупорядочен, если по-гречески космос это порядок? Интересно, что порядок сейчас относится с красотой, То есть космос – это коренное слово со словом косметика, то есть порядок он красивый. И у нас, кстати, есть похожий ход, мы говорим безобразный, в смысле безобразный, безформенный. Но, тем не менее, у нас другая этимология. Возможность как раз по географическим причинам, потому что считается, что у греков климат такой приятный, мягкий, полисы отделены друг от друга естественными природными преградами, и все это создает море, волны, прилив, отлив. И звук, волн тоже такой размеренный, как гигзаметр. Все окружающая среда, она способствует выработке чувства меры, ритма, гармонии, оформленности. А у нас сеть, ты едешь в большие неоформленные пространства, и да, у нас нет такого навыка оформления, как у греков. Мы никогда бы не создали такого искусства, скорее всего, как греки, потому что это искусство формы. Но зато привычка к большим масштабам и акцент на содержании. Если для греков форма – это неформальность, это важно, это то, что вообще творит мир, потому что хаосом становится космосом, именно когда происходит оформление. У нас даже в языке это отражено. У нас не форма главное, а содержание. Мы о чем-то неважном говорим, что это формальность. То есть главное – это содержание. У нас не менее великая культура, чем у греков, просто это не культура форм. И Федоров считал, что именно то, что мы привыкли к большим пространствам, к большим масштабам, то, что мы хорошо это чувствуем, даже в ущерб форме, именно это тоже способствует тому, чтобы мы посмотрели на космос, как нам то, что нужно заселить. Тем более, что у нас, в отличие от греков, не космос, а вселенная. Не порядок, а все, предназначенное для вселения всех. Тоже нам этимология, она задает определенную картину мира, так же, как у греков. Сам язык, он нас побуждает мыслить в определенном направлении. И это почти пророчество, потому что действительно мы же первые вышли в космос. Откуда у Федорова вообще идея заселения космоса? А идея заселения космоса у него оттуда, что поскольку он восстал против смерти, и он восстал против того, что разъединяет людей, он искренне считал, что мы можем быть счастливы либо все, либо так или иначе никто не будет счастлив. Он говорил о том, что мы должны научиться не умирать, и кроме того, возрождать к жизни, причем в плоти и крови, тех, кто был до нас. Это будет как раз таки и воплощением идеала родства. То есть мы возвращаем жизнь тем, кто дал нам жизнь. Мы делаем так, чтобы ни одна личность, ни одно индивидуальное начало не пропало. Федоров, кстати, меня всегда поражало то, что он был библиотекарем, учителем. С нашей точки зрения, библиотечное дело, многие считают, что это скучное занятие, а по сути он это тоже рассматривал как сохранение памяти, сохранение памяти о людях, которое поможет нам воссоздать их когда-нибудь. Но тут ведь какая вещь. Если у нас получится, что люди перестанут умирать, продолжат рождаться, еще воскресят всех, кто был до них, то у нас же будет много, и мы на Земле не поместимся. И, собственно, отсюда у Федорова идея выхода в космическое пространство. Поэтому он космос рассматривает как Вселенную, предназначенную для вселения всех. И мне кажется, что тут очень удачно примеряются идеи о том, что природа – это храм, и о том, что природа – это мастерская. Потому что для Федорова это одновременно и храм, и мастерская. Из-за того, что, с одной стороны, мы, преобразуя природу, регулируя природу, космизируя, внося в ней порядок, совершаем литургию. То, что в литургии совершается символически, а с другой стороны – это будничный такой трезвый труд. То есть для Федорова еще характерно то, что у него все, с одной стороны, очень фантастически, особенно для XIX века, а с другой стороны – все очень конкретно. То есть если воскрешаем, то давайте искать конкретные способы, как биологически это осуществить. Если регулировать природу, то давайте искать, как можно воздействовать на материю, чтобы мы не зависели от цинамия, от смерчей, от землепресений, от болезней, от того, что мы рождаемся с какими-то увечьями. Понятно. И да, у Федорова вот эти вот идеи природы, как храма, которым совершается человеком литургия в космических масштабах, и как мастерской, потому что это ежедневный, будничный, хотя это одухотворенный труд, они примиряются. Но что тут можно сказать, что впоследствии идеи Федорова, они оказали очень большое влияние на философию, на науку, на культуру, на искусство, и на литературу, и на живопись, и на музыку. В принципе, я думаю, что можно было бы говорить о кинематографе. Поскольку Федоров жил в то время, когда активно развивалась наука, и при этом он рассматривал науку как средство достижения религиозного идеала, так получилось, что космизм разделился на два направления, хотя это деление очень условное, на естественно-научную ветвь и на религиозно-философскую, хотя это деление очень условное. Ну вот, например, к научной ветве принадлежат такие ученые, как Цалковский, Уммов Цалковский, Вернацкий, Чижевский, к религиозно-философской, Флоренский, Булгаков, Соловьёв, Бердяев. На это деление очень условно, потому что тот же Цалковский занимался благоискательством, например, Флоренский был математиком, у него есть инженерное открытие. В принципе, космизм, он за синтез, за снятие границ. Мы все по космизму должны пребывать в таком состоянии, которое характерно для троицы в христианском понимании, ежелица, они не сельянны и не раздельны. И вот так же рассматривает Фёдоров проблему соотношения общего и частного. Ни один из нас не будет собой, не будучи вместе с другими. Но все другие без нас тоже не будут собой. И мы, с одной стороны, с одной стороны, не раздельны, а с другой стороны, никто не теряет своей индивидуальности. И то же самое, мне кажется, что и с формами познания. Для космизма очень характерен синтез. Да, для космизма очень характерен синтез. И даже вот делить на естественно-научную и религиозную ветвь уже как-то кажется противоестественным, потому что они все об одном, разными способами. И то очень условно разными. Так вот, если мы берем естественно-научную ветвь космизма, то в ней либо ее представители либо пытались воплотить какой-либо из космических проектов, либо подтверждали своим творчеством космическое мировоззрение. Ну, например, если мы возьмем Умова, он находился под воздействием страшилки конца 19 века тепловой смерти Вселенной и пытался говорить о том, что почему у нас не происходит деградации, почему у нас не происходит такой потальной энтропии, а наоборот есть такая вещь, как эволюция, причем эволюция, ну, эволюция – это восходящее развитие, то есть усложнение, потому что у нас открытая система Земля. И он рассматривал как раз-таки науку и технику как средство регуляции природы в этом контексте. Если мы берем Циолковского, то он говорил о том, ну, то есть он даже не то, что говорил, он в основном занимался техническим творчеством, но для него это было только средство реализации его философской идеи. Циолковский, он как раз-таки основоположник теоретической космонавтики, который задумался о том, как нам технически выйти в космос. Если мы берем Вернацкого, у него типичные космические идеи, ну, во-первых, он внес большой вклад в разработку концепта Носферы, во-вторых, он, основываясь на трудах флеонтолога Дана, обосновал концепт активной эволюции, восходящего развития природы, в-третьих, у него очень много идей об остатросности человечества. Это как раз-таки к вопросу о том, как сделать так, чтобы одна форма жизни не существовала за счет другой. Ну, кроме того, он очень синтетичен. То есть биогеохимия это не биология плюс геология плюс химия, а это про то, как все взаимосвязано, как живое и неживое переходит одно в другое. Как вот эти циклы идут и связывают все воедино. Про Чижевского тоже понятно, почему он космист, потому что он показывает, что мы существа космические, потому что на нас очень большое влияние оказывает космос, в частности, через Солнце. Чижевский занимался исследованием того, как солнечная активность влияет на различные земные явления. И он способствовал тому, чтобы Федоров очень критиковал мировоззренческий геоцентризм. Мы вроде бы все знаем, что у нас не весь мир вращается вокруг Земли, но на уровне практики мы как средневековые люди. Мы не чувствуем, что мы да, конечно, все можно, естественно, что мы вокруг чего-то вращаемся, что мы зависим от большей системы, от космоса, от Вселенной. Мы так и привыкли считать, что мы центр мира какой-то изолированной, вокруг которого все грузится. когда мы видим, насколько мы зависимы от влияния космоса, это способствует мировоззренческому геоцентризму. Не когда мы просто понимаем, что что-то крутится вокруг чего-то на уровне ума, а когда мы это чувствуем на уровне быта, когда у нас такое самоощущение, когда у нас такое понимание себя в мире. Так, и если мы берем религиозно-философскую ветвь, то ее представители, они развивали характерные для космизма христианские воззрения, потому что космизм это же по версии самого Федорова своего рода оригинальная интерпретация христианского учения, хотя сам Федоров он не делал акценты на форме христианства, он обращался к верующим и к неверующим. Не так важно по сути по-видимому являешься ли ты формально верующим, если ты разделяешь вот эти установки на синтез, на объединение, на преодоление порядка, который заставляет нас конкурировать. по сути, общее дело, если бы оно было делом верующих, оно было бы частным делом, и Федоров это понимал, и среди космистов впоследствии тоже были люди самых разных религиозных убеждений, например, Циолковский атеизм тяготел, атеисты были. По сути, вот мне тут вспоминается притча о двух сыновьях, которым отец говорит, пойдемте работать со мной виноградники, евангельская притча. Один говорит, да-да, папа, иду, и пошел. Второй наоборот, сказал, не, мне как-то не хочется, а потом пошел. И вопрос, кто выполни в волю отца, тот, кто пошел, а что он там говорил, кем он там себя называл, атеистом, не атеистом, это главное, живи по-божески, а это главное. И Федоров, он, в общем-то, тоже так считал. Так вот, представители именно религиозно-философской ветви космизма, они делали акцент на христианских идеях, православных, типичных, особенно для православия, и так далее. Идея соборности, идея того, что никто из нас не может реализоваться вне общности, и при этом общность будет неполной без каждого из нас. Это то, что действительно очень характерно для православия, потому что тот же протестантизм, он гораздо более индивидуалистичен. Твое спасение это твое личное дело, по сути. Или, допустим, идея Софии, как объединяющего начала, как синтезирующего начала, женского начала, там очень много коннотаций женскими образами, София, как вечная женственность, того, что делает многое единым, того, что вносит гармонию в мир, того, что примеряет противоположности. София также соотносилась с тем, как должен выглядеть мир с порядком мира в уме Бога, как вот у Платона была концепция идей. Часто в христианстве платоновский мир идей интерпретировался как содержание сознания Бога. Вот София это действительно образ мира в замысле Божьем. Это то, каким должен быть мир, тот порядок, который мы должны установить. Также идеи сработничества человека и Бога были очень характерны для религиозных космистов. Подчеркивание того, что человек это свободное существо, активное, творческое, и что это имеет и религиозное значение тоже. Все это характерно для представителей религиозно-философского течения в космизме. Я уже назвала их имена, но я не буду подробно сейчас рассказывать о том, что каждый из них по этому поводу говорил и считал. Далее можно сказать, что космизм очень повлиял на развитие литературы. Если мы говорим о прозе, то тут можно вспомнить предтечу космизма, сухого кобылина, адоевского. Адоевский сухого кобылина это представители, иногда считается, что они представители особого космизма, даже течения в космизме художественного. К этому течению относят литераторов, художников, представителей искусства. Хотя часто оно не выделяется как нечто отдельное. Также у Достоевского много космических мотивов. У Платонова, Ефремов считается писателем-космистом. Если мы говорим о поэтах, то в первую очередь это символисты и футуристы. Их разные, конечно, аспекты привлекали. Все мы помним со школьных времен стихи Блока «Прекрасной даме». По сути, это образ Софии. И им очень нравилась именно Софийная идея, и очень нравились воззрения Владимира Соловьева, потому что они сами по себе символичны. А если мы берем футуристов, им, конечно, нравилось фантастическое начало и идея преобразования мира, и такая устремленность в будущее у космистов. И они в своем творчестве это развивали. Если говорить о живописи, то вообще об изобразительном искусстве, начало 19 века это время революционное не только в социальном плане, в искусстве тоже ищут новые формы, и вот те же самые кубо-футуристы, символисты в искусстве часто тоже их творчество рассматривают, и кубисты, их творчество тоже часто рассматривается в контексте космизма. Хотя на самом деле, если глубже посмотреть, то сама иконопись православная и она очень соответствует космизму. Не даже космизм вырос из христианства и там мир на иконах он же предстает не совсем таким, каким в реальности. Там обратная перспектива, там другие пропорции. то есть там измененный порядок мира. Поэтому ее, в принципе, можно рассматривать как космизм в искусстве до космизма. У кого-то еще можно назвать? Чурлениса. Если мы говорим о музыке, то творчество могучей кучки называют иногда в связи с космизмом. Ну, конечно, когда говоришь об искусстве, то трудно, потому что традиционный вопрос что художник хотел сказать. Когда он, когда творец словами говорит, что он хочет сказать, тут все понятно. А с искусством очень широкий простор для интерпретации, поэтому я, наверное, не буду особо подробно в это вдаваться. и хотел бы сказать дальше о том, что космизм это живое учение и о том, что космизм имеет большое значение и для современности. Почему? Ну, тут мне вспоминаются сюжеты, Наука, потом глобальные проблемы современности, трансгуманизм, ну и вообще перспективы развития будущего космизма в контексте современности. Если мы говорим о научном мировоззрении, есть такая концепция, наверняка, вы знаете, концепция глобального эволюционизма. И она сформировалась под влиянием с одной стороны представлений о не стационарной вселенной, с другой стороны влиянием системного подхода, синергетики. И кроме того, очень большое влияние на ее становление оказала идея на сферы и идея эволюции как таковой. То есть фактически глобальный эволюционизм соединяет идеи эволюционные и распространяет их с биологической сферы на все сферы бытия, соединяет их с системным подходом и с представлениями о ноосфере и о биосфере. Вообще-то ноосфера такая настройка над биосферой. Так вот, понятно, что в концепт активной эволюции и сопутствующую ему идею ноосферы большой вклад внесли именно космисты. поэтому космизм он повлиял на концепцию, которая претендует на основание новой научной картины мира. Уже поэтому он очень ну нельзя сказать, что он нейтрален в отношении современной науки. Очевидно, что многие открытия 20 века, многие достижения науки 20 века они подтверждают космические воззрения. Тут достаточно вспомнить опять-таки полет в космос у нас скоро 60 лет, 12 апреля совсем чуть-чуть осталось, мы 60 лет будем праздновать как в космос полетели. А вообще-то Федоров умер в 1903 году, а в 1961 мы уже полетели. То есть всего за полвека такая абстрактная философская идея выливалась в реальность. Естественно, очень интересно проанализировать достижения генетики 20 века тоже в контексте космизма. Конечно, Федорову очень хотелось получить источник информации, причем материальной, о каждом человеке. Вот фактически материальная память об индивидуальной особи на материальном носителе. Думаю, ему бы это очень понравилось. Опять-таки достижения медицины, победа над разными болезнями, борьба борьба со старением. Это все очень хорошо соотносится с космизмом. Поскольку Федоров говорил о преобразовании природы, неудивительно, что современные трансгомонисты его тоже считаются импретичей. трансгомонизм, он говорит о преобразовании природы, другое дело, что не всегда уточняются цели, с которыми мы природу преобразуем. И традиционный упрек трансгомонистам в том, что мы, дескать, утратим нашу человеческую сущность. Часто трансгомонизм критикуют именно религиозные деятели. Часто вспоминается идея сверхчеловека в таком демоническом воплощении, потому что ясно, что эту идею очень здорово дискредитировали фашисты, а у нас еще до этого, все мы помним со школьных времен роман «Преступление и наказание», там же тоже Раскольников фактически хотел стать сверхчеловеком, поделить людей на сверхлюдей и недолюдей. И помним, что там из этого получилось. Поэтому часто трансгуманизм критикуют вот из этих соображений, а по сути на это же можно посмотреть совсем по-другому. Идея, страшно говорить, но идея сверхчеловека, она же вообще для христианства характерна, и Федоров ее очень хорошо там подметил. как есть же афоризм одного святого о том, что Бог почеловечился, чтобы человек обожился. То есть Христос зачем пришел? Чтобы освободить человека от ограниченности природы, чтобы он стал таким, каким был изначально по божественному замыслу. Человек же создан по образу и подобию Божию. И по сути, чтобы мы сняли с себя ограничения природы. И мы тогда станем людьми, какими мы были по замыслу. То есть здесь вот эта сверхчеловечность, обоженность, она не противоречит идее человечности. По сути, это предел человечности. У нас обоженность и сверхчеловечность это предел человечности в этой картине. И Федоров он так и рассматривал идею преобразования человеческой природы. Можно я вот здесь немножко перехвачу ваш микрофон, потому что вы даже цитату использовали, которую я в своих докладах все время использую. Бог вочеловечился для того, чтобы человек обожился. И вот все, что вы рассказывали в процессе этой эволюции социума, оно претерпело одно существенное изменение, из-за которого сейчас люди потеряли смысл эволюции, она практически стала стахастической, случайной, потому что они образ Божий убрали как центральный фокус развития человеческой цивилизации. И именно когда мы по образу и подобию, когда у нас творец, когда у нас природа, когда мы гармонично задуманы и мы осуществляем свой путь в замысле и в промысле, тогда мы можем утверждать, что у нас идет процесс развития в точке зрения космизма. А когда Божий образ убрали, и мы пошли в эпоху модерна, когда в центре человеческой культуры поставили человека, а Бога убрали, как, знаете, как говорят, когда Бог на первом месте, все на своем. А второе еще есть у Достоевского, если Бога нету, то все дозволено. И вот именно эта подмена произошла во всем социуме. И вместо обожения, у меня даже есть слайд такой, где вверх человек поднимается к Богу, а вниз происходит, знаете, есть такое красивое русское слово оскотинивание. Так вот, вся социально-гуманитарная технология и так как я с ней знакома не понаслышке, а изнутри, она целенаправленно человека превращает в скотину, потому что в этом случае гораздо легче человека сфокусировать, но у меня есть такая тоже метафора, его внимание в трусы. Что поел, с кем поспал, куда сходил, что купил, куда съездил, вы смеетесь, а у меня канал пять лет людям показывает, как это с ними делают, и если они не поймут, что они по образу и подобию, если они не смогут преодолеть вот этот гедонизм, расслабленность, потребительство, 64 гендера учат в школе Канады с 7 лет. Вы можете себе представить? А у меня был кейс просто, я как-то подавала, ну, готовила документы на зарубежную программу и заполняла анкету. Очень забавно было, потому что я заполняла анкету, и там вопрос, какая у вас генда? И там столько вариантов, я некоторые даже не знаю, что это такое, но они там есть. Вот почему вот этот космизм сейчас выродился, и он так же, как экологическое движение, он попал не в те руки, то есть нету сути обожения, нету по образу и подобию, а есть именно превращение в человека одной кнопки, что оказалось гораздо легче, проще, расслабленнее, и все эти технологии, и все эти мировоззренческие идеи попали в руки тех, которые делают ровно обратную суть. Мне кажется, что космизм, он вообще не может попасть не в те руки, он как только попадает не в те руки, он предстоит быть космизмом, да, потому что идея-то именно в том, что... Ну это как сверхчеловек нитши, это же то, если говорить... Потому что здесь суть о том, что человек говорит слово, а вкладывает разное понятие, поэтому вот с вашей точки зрения, с вашей антологии, космизм имеет именно понятие вселенского разума, когда человек может приблизиться, то есть обожиться, а человек, который даже слова такого не знает, для него понятие сверхчеловек это именно вот злая изнанка того, что предлагал Ницше, что делал Рейх, а сейчас Рейх только ЛГБД, так как я живу в этом обществе, я вам серьезно говорю, что я не могу работать в корпорациях, потому что я не разделяю их мировоззрение, и это совершенно не шутки, и это уже пришло в Россию, поэтому мне кажется, это очень хорошая такая нота всем нашим слушателям, зрителям, еще раз сказать, что развлечение сердцем добра, вот света и тьмы, тут нету слов добра, вот именно света, вот света знаний разума и света любви, вот если мы начинаем глубоко погружаться в том, что мы сердцем чувствуем, то тогда против нас это использовать не могут, а если мы хотим полегче, попроще и побыстрее, то у нас получается, что нам всякие мемы, мемасики, всякие прочие забитую голову делают детям и тогда, когда ты с ними разговариваешь, ты понимаешь, что ты разговариваешь уже на другом языке, потому что они переформатированы, вот живя в обществе переформатированных людей, для меня это стало первым открытием, что объяснить можно тому человеку, который чувствует сердцем, вот и это часть православия тоже, это часть именно нас как частичка божьего промысла, а если в умысле, то как же мы можем друг друга услышать, вы знаете, я хотела вас попросить, так как мы уже час пятнадцать, если у вас очень интересно есть, ну если я не сильно прерываю вашу мысль, просто вы рассказали, что у вас есть пособие, как вы рассказываете, методы новые, методы интересные, как вы делитесь, я вам передаю опять слово. Хорошо, я постараюсь задействовать закончить, я буквально еще несколько слов насчет современности, то есть вот естественно идеи космизма, они очень актуальны в контексте трансгуманизма и в контексте глобальных проблем современности, почему, потому что у нас же самая большая проблема, как нам объединиться, при этом не утратив культурного многообразия, вокруг каких задач там объединяться, и тут в конце это тот, чего делает, как раз то, что нужно, и кстати одна из глобальных проблем, это как раз таки проблема космическая, проблема освоения космического пространства, или проблема преодоления голода, тут сразу автотрофное человечество, ну и так далее, проблема преодоления ограниченности ресурсов, тут тоже космизм, давайте сделаем новые источники энергии и материалы, чтобы не нуждаться в природных ресурсах, которые исчерпываются, не буду, то есть я надеюсь просто, что из логики космизма можно догадаться, как его, как эти идеи использовать в контексте глобальных проблем, вот мне кажется, это уже ближе к мультфильму, о чем вы говорите, мне кажется, что помимо всего прочего, космизм замечательно можно применять в образовании, почему, я вот сейчас работаю по совместительству в центре, который занимается проблемами образования, я в ужасе, потому что там основная задача какая, как лучше проконтролировать людей, и создается впечатление, что мы по разные стороны баррикад, то есть есть такие учащиеся, которые ничего не хотят делать, они хотят списать, они хотят обойти систему, обмануть ее, а ты такой цербер, и пытаешься помешать им это сделать, очень такая несолидарная в этом смысле атмосфера, у вас просто задачи противоположные, не так, что у него задачу узнать, а у тебя задачу научить, и вы оба хотите одного и того же, чтобы у него было что-то в голове, а нет, мы такие враги, и фактически разработка методов, как предотвращать списывание, академическое мошенничество, вот это вот все, она основана на насилии, так или иначе, вот на этом, и никто почему-то не ставит вопрос так, что, а давайте мы сделаем так, чтобы в принципе не было смысла обманывать, а когда это возможно, когда у человека в учебе свой смысл, допустим, я хочу воскресить иммершую бабушку, а мне для этого нужно выучить биологию, да, и изобрести эликсир без смерти, я буду тогда врать и не учить биологии, и создавать видимость того, что я ее учу, или предположим, мне нужно решить проблему голода для человечества, я вдохновлен этой идеей, я вот понимаю, что если я это сделаю, то я спасу жизни многих людей, и поэтому я учу химию, да, как мне сделать, ну, условно, это просто такие фантазийные примеры, поэтому я думаю, как мне сделать человечество автотрофом, поэтому я учу химию, и так далее, космизм, он еще и про регуляцию пространства времени, тут тоже можно много фантастических сюжетов придумать, как изобрести машину времени, но суть в том, что когда человек хочет изобрести машину времени, эликсир бессмертия и сделать человечество автотрофным, он не будет списывать, и он не будет заказывать рефераты, и не понадобится вот эта огромная система контроля, которая, ну, вот на мой взгляд, она еще унизительна, я смотрю на эти глушилки на экзаменах, мне кажется, что я бы начала списывать только вот поэтому, потому что, ну, уже обмануть хочется, потому что все устроено так, что тебя подозревают в обмане, и ты уже хочешь, ну, вот действительно, ну, раз вы меня подозреваете, ну, пожалуй, да, пожалуй, я действительно начну, и как, как можно воображевить людей, им нужно дать, ну, на мой взгляд, да, вот тот метод, который я вижу, им нужно дать героев, интеллектуальных героев, которые преобразуют мир, фактически выполняют задачи, поставленные космизмом, с помощью знаний, с помощью науки, и вот это в моем случае вылилось в то, что я, организовала команду по созданию мультфильма об Александре Чижевском, это один из представителей естественно-научного направления русского космизма, и мы даже фрагмент посмотрим, как я поняла, из этого мультика, ну, из черновика этого мультика, и тут, кстати, меня еще очень вдохновляло, что вдохновляла советская педагогика, опыт Сухомлинского, потому что у Сухомлинского много размышлений о том, как важно дать людям героев, но это были герои во многом идеологизированные, если мы не хотим привязывать героизм непосредственно к коммунизму, к социализму, хотя лично я социалистка, но я же не могу всем это навязывать, то можно, допустим, привязать это к преобразующему разуму, то есть связать героизм с идеей познания, с идеей романтики науки, и, кстати, в советское время тоже хорошо очень делали, любили фильмы об ученых, об освоении космоса, о том же, но почему нельзя сделать так же, и если ты так сделаешь в больших масштабах, если все будут этим заниматься, то не придется глушилки ставить, лучше уж потратить деньги на мультики и на фильмы, и на книжки, чем на глушилки. Давайте я предлагаю поставить фрагменты из мультика, Екатерина, если вы позволите. Да, да. А я хочу прибавить, ну в Советском Союзе я выросла, у нас же так и было, у нас была, я выросла в научной среде, и мультфильмы все были чистые, и фильмы все были, и родители у меня все жили в науке, понимаете, а потом оказалось, что на верхушке стояли те, которые все продали, легко передали, якобы в свободный рынок. Но они сейчас весь свой свободный рынок продают, поэтому это просто наличие продажных людей на планете Земля, паразитов так называемых, оно составляет основной вопрос того, а как с ними быть. Ведь Тесла имел столько открытий, он сто лет прожил, и у него были открытия потрясающие, которые сейчас лежат под сукном, и те, кто имеют прибыль с текущих технологий, они их просто не выпускают. То есть это вопрос нравственного воспитания человека, и даже скорее всех людей, формирования нового типа человека. Поэтому мы вот понимаем, что эта работа глобально должна идти. Просто в рамках одного социалистического лагеря справиться не удалось, потому что жадность, алчность и конкурентность, 70 лет работы всех наших дедов и смерти, это все пошло на якобы свободный рынок Запада. И работая, управляя активами, я настолько до глубины каждой детали изучила, как это было сделано, как это сейчас делается, что, к сожалению или к счастью, иллюзий осталось очень мало. Но тем не менее, вера в божеский промысел абсолютно есть. Поэтому мы просто должны начать с себя. И мы посмотрим фильм, покажем нашим детям и поверим в то, что наш космический совершенно полет обязательно, обязательно преобразуется в то светлое будущее. Буквально пару минуточек, фрагмент из мультфильма. Я так понимаю, это еще не финальная версия? Нет, это отнюдь не финальная, тут не хватает звуков. Ну, окружающиеся ряды. Что в этой области можно обнаружить много самых удивительных вещей. Глядим в ночной простор с поднятой головой, хотим в сиянии звезд постичь законы мира, соединив в одной с жизнью роковой и тросы протянув от нас до Альтаира. Я, как и ты, смотря на лучезарный хор, стараюсь пристально проникнуть в сочетание живой мозаики. Хочу понять узор явлений жизненных и звездного сияния. Великолепное, державное светило я познаю в тебе собрата-близнеца, чьей огненной груди нет смертного конца, что в бесконечности, что будет и что было. В несчетной тьме времен ты стройно восходила, с чертами строгими родимого лица, и скорбного меня земного пришлица объяла радостная творческая сила. Что там такое? Чешевский диссертацию защищает. Итак, на основании изложенного мы можем сделать вывод, что периодичность исторического процесса зависит от периодичности солнечной активности. Большего бреда трудно себя представить. Мы имеем дело с явлением, оценить которое не можем. Нам не хватает эрудиции. Но мы видим, что проделана фундаментальная работа. Поэтому, чтобы потомки не обвинили нас в том, что мы прошли мимо великого открытия, присудим искомую степень. Вот так вот. Ну, на самом деле, тут сцены, они не в том порядке, в котором они должны идти. Я очень надеюсь, что режиссерка мультика не будет смотреть нашу трансляцию, потому что она меня убьет. Там сцены, они же не в том порядке, в котором они должны идти, и, соответственно, еще не хватает звуков внешней среды. И, по сути, там куски один за другим часто не связаны. И она бы мне сказала сейчас все, что она во мне думает. Это же, с одной стороны, тоже, Екатерина, это интрига такая. Вот. Как раз, когда делаются нестандартные какие-то вещи, об этом будут говорить, об этом будут делать рекламу вашему произведению. Ну, 24 апреля у нас будет презентация предварительного варианта мультика, но это уже как бы не так, как сейчас, а там все будет в нужной последовательности и за звуками на ВДНХ. И вы можете на свой курс пригласить, потому что, на самом деле, мы показываем творческий процесс. Вот вы, как специалист в очень глубокой, интересной, философской области, которая предлагает действительно новую картину мира. И я с вами полностью согласна, что кризис цивилизации, немногие люди это понимают, немногие могут осознать, но это экзистциональный кризис, потому что человеку, когда ему предлагают потреблять все время, я живу в обществе, где это все в изобилии, им не к чему стремиться. И у них получается инфернальность. У них культ смерти здесь насилуют и предлагают детям с молодых ногтей невозможно поставить цель жизни. Поэтому ваше видение того, что нужна новая мировоззренческая картина, это абсолютно необходимая вещь. Но как это донести до каждого? Вы своим жизненным путем идете и создаете вот эти методики, технологии, вы участвуете, вы создаете мультфильмы, пишете книги, вы разрабатываете курсы. вот мой канал именно для тех людей, которые хотят двигаться к саморазвитию, я говорю, к осознанности, к ответственности и к солидарности. Вот если каждый на своем месте начнет отдавать себе отчет в том, что если не я, то кто же, это может поменять атмосферу всей планеты Земли. Поэтому вы нам прекрасно сегодня рассказали о таком сложном вопросе и показали, какими методами обладает каждый из нас творческим методом, познавательным методом, историческим методом, чтобы разрабатывать важные вопросы и те, которые вас интересуют. Это прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я уверена, что вы подружитесь с технологиями. Просто сначала вы должны перестать их бояться. Вы знаете, что страх и любовь это две стороны одной монеты. Вот я всем это говорю. Как только вы отпустите свои страхи, вам сразу придет понимание принятия и сотворчества с технологией. Я не знаю, сегодня творилось что-то странное, потому что вообще нота обычно хорошо работает.